Добрый день! Я поздравляю и благодарю всех тех, кто терпеливо дождался меня. И хочу вам сказать, что сегодня я буду с вами настолько откровенна, чтобы как-то компенсировать все ваши ожидания. Раиса Александровна, ну, конечно же, я хочу в первую очередь... Меня хорошо слышно? Меня хорошо слышно? Отлично. Конечно же, я в первую очередь хочу поблагодарить Раису Александровну, та, которая так тепло, так искренне представила меня, потому что на самом деле мы все живем ради признания. А когда вас признают за те действия, которые приводят к успешному результату, то это вдвойне, как говорится, приятно. Все, конечно же, как это, кошку даже гладишь, и ей приятно. А здесь такие красивые слова, ну, прям я была очень растрогана, что даже думаю, что и вот аппаратура наша вот так вот реагировала только потому, что вот была такая энергия. Ну, хорошо. Насколько я правильно поняла, речь сегодня идет о деньгах. Скажите мне, пожалуйста, те, кто все-таки дождались, что вас больше всего интересует? Сделайте мне два-три вопроса, финансовых вопросов. Будем говорить только о деньгах. Я не буду говорить о продукте, я не буду говорить о работе в социальных сетях, я не буду говорить о брендировании, я буду говорить только о деньгах, и веб-бизнес подразумевает деньги. Пожалуйста, пропишите два-три вопросы, которые вас интересуют, а я попытаюсь... Нет, вы мне прочитаете их, ладно, чтобы я, не дай бог, не сбила никакие настроечки. Итак, одна минута, я жду ваших вопросов. Что больше всего вас интересует? Читайте мне чат этот. Хорошо, я буду читать по поступлению вопросов. Да, читайте. Итак, я думаю, что первый вопрос уже пошел, правильно? Да, первый вопрос от меня. Как их заработать? Ну, если бы я была, не была бы на периоде личностного развития, я бы ответила, как им кверху. Спасибо. Тогда следующий вопрос. Как быстро выйти на доход в 10 тысяч долларов? Это первый вопрос. Ну, вот этот уже вопрос, который мне более понятен. Потому что как заработать деньги, это значит... Я тебе задам вопрос, отстань от меня, лишь бы ничего меня не касалось. Потому что на самом деле, как заработать деньги, это вопрос ни о чем. Это вопрос такой, знаете, что вокально-музыкальный. То есть я вроде как при тебе, но меня это вообще не интересует. Поэтому на этот вопрос я вообще никогда не отвечаю и всегда говорю, как им кверху. И тогда человек либо улыбается, либо он уже погружается в истину тех желаний, которые он хочет. Хорошо. Я поняла. Поскольку ты здесь у меня на фотографии, значит, мы разговариваем сегодня с тобой. Весь вечер на манеже, конечно, получается ты. Итак, как быстро заработать... Еще раз повтори вопрос. Первый вопрос от Марины Скуратовой. Как быстро выйти на доход в 10 тысяч долларов? А, Марина Скуратова. Мариночка, привет. Я очень тебя ценю и всегда наблюдаю за твоими достижениями. Вижу, насколько ты целеустремленный человек. И я очень рада и благодарю тебя, что ты в нашей команде. Итак, Марина, как быстро заработать первые 10 тысяч? Понимаешь, на самом деле, Марина, заработать деньги – это самое легкое. Это самое легкое. Прости меня, но позвольте мне говорить то, о чем я думаю. И каждое мое слово, оно подкреплено практическими, так скажем, действиями и, конечно же, опытом. Я всегда говорю, заработать деньги дурак может, а вот сохранить и приумножить их – вот это на самом деле и является искусством ведения бизнеса. Или же мы иногда это называем финансовой грамотностью или финансовой успешностью или финансовой, так скажем, финансовой, так, фортуной, да, это еще, говорит, раз, заработал, положил и так далее. Я, Марина, тебе хочу сказать, что на самом деле, как быстро заработать 10 тысяч долларов – это очень просто. Это всего 20 амбассадоров. Ой, вернее, 50, так, 250 долларов, 10 тысяч, 40 амбассадоров. 40 амбассадоров у тебя в кармане, 10 тысяч долларов, плюс матчин-бонусы и еще подарки в виде командных циклов. Это 40 амбассадоров. Ты сейчас, Марина, берешь ручку, твою золотую ручку, берешь ручку, Жанес, и ты записываешь 10 тысяч долларов, план, план, 10 тысяч долларов. Ты знаешь, скажи мне, пожалуйста, Марина, как ты думаешь, 40 амбассадоров – это много для того, чтобы заработать 10 тысяч, или это нормально? Вы знаете, сейчас будут люди, которые точно скажут – это нереально. Они даже не ответят на мой вопрос – много это, или это нормально? Они не будут отвечать. Они будут сразу же сопротивляться. И они будут говорить – это нереально. Ну, вы знаете, я знаю огромное количество людей, которые подписали, так скажем, пригласили в бизнес и продали в бизнес пакеты не только 40 человекам, а есть люди, которые продали 160-200 пакетов амбассадоров. В данном случае я буду говорить амбассадор, потому что это представительский пакет, это пакет, который достоин уважения и так далее. И кто-то скажет – да, это много, кто-то скажет – это нормально, но большинство, 90% скажут – нереально. И вот те люди, которые скажут – это нереально, они не смогут заработать 10 тысяч долларов. Вы знаете, есть многие люди, которые говорят – вот ты мне покажи, и я тогда поверю. Но Господь Бог говорит – ты никогда не увидишь, пока не поверишь. Сначала ты должен поверить. Во что ты должен поверить? В том, что тебе эти деньги действительно нужны, важны. Для чего? Когда мне человек говорит, как мне быстро заработать 10 тысяч долларов, я ему быстро и отвечаю – 40 амбассадоров. И когда его зрачки увеличиваются, когда он уже такое делает, знаете, так это, шары повылазили, я вот так говорю – успокойся. Давай мы с тобой сделаем правильное, предварительное планирование, которое предотвращает плохие показатели. Итак, мы сейчас с вами займемся. Правильное, предварительное планирование предотвращает плохие показатели. Для чего нужно делать планирование? Ты никогда, Марина, не получишь 10 тысяч, даже если ты будешь целеустремленно подписывать эти 40 человек, но они почему-то будут у тебя ускальзывать. Вот казалось бы, уже все, человек и за деньгами пошел, и на карточку положил, но то компьютер что-то делает и так далее. Господь Бог никогда вам не даст те деньги, пока он не поймет, зачем мне это надо. То есть секрет, первый секрет, как заработать быстро 10 тысяч долларов, это ответить на вопрос, зачем мне это надо. И вот здесь мы, как говорится, это предложение, несложное, простое предложение, начинаем применять знания грамматики и, как говорится, разбираем, зачем. И тогда я могу сказать, вот давайте я попытаюсь одеть эту ситуацию, зачем мне это надо. То есть ударение ставлю на первом слове, зачем. Например, я хочу купить новую машину. Зачем мне нужна новая машина? Ну для того, чтобы я вместе с семьей ездила на природу. А зачем тебе вместе с семьей надо ездить на природу? Ну для того, чтобы мы были вместе, для того, чтобы... И начинайте, 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 начинайте. Чем больше... Извините, ребята, у меня после круиза до сих пор приболело горлышко. Видать, этот самый кондиционер и срабатывали. Итак, вы берете сумму, четко определена, вот это же не с неба берется, 10 тысяч. А с другой стороны, почему именно 10 тысяч? А почему не 12, не 15 и не 9 800? Сначала вы четко должны, Марина, определить, что именно 10 тысяч. А как это определяется? Я хочу купить машину. А купишь ли ты машину на 10 тысяч? Нет. Вот, значит, может быть, надо пересмотреть свои цели. Значит, может быть, тебе нужно 15 тысяч. А может быть, ты вложишься на 10, может быть, у тебя уже есть какая-то, так скажем, сумма в загашнике, которые ты уже откладывала на исполнение своей мечты. Я говорю, например, на покупку машины, да? Вот. Но как только ты определила четко, и вот мы определились в 10 тысячах, ты опять начинаешь, зачем, 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 зачем. И вот ты должна довести себя до истерии. Ты уже должна заколебаться, отвечать самой себе, зачем тебе это надо. Ты должна уже зайти в такое, что ты типа сказать, вот, блин, да ты заткнешься, Оля, или нет? Да я сама знаю, да потому что мне важна семья, да потому что мне важна эта машина, да потому что я буду не только ездить на природу. Мне надо, значит, соответствовать своему имиджу. Я хочу путешествовать. Я поеду в регионы. Я поеду, значит, на презентацию. Я, вот ты понимаешь, ты должна задохнуться. Задохнуться от того, что ты уже без этой машины жить не можешь. Марина, просто жить не можешь. Именно поэтому тебе очень важно, очень важно заработать эти 10 тысяч. Чтобы купить эту уже доставучую, эту машину, которая тебе уже все кишки проела. То есть, первое мы сделали. Зачем? Зачем? Потом мне. Разбирайте. Зачем мне? Вот именно мне. Потому что зачем? Это является какой-то последовательность. А мне это местоимение. Что это именно мне надо. Не машину я покупаю для семьи. На ней может сын ездить, или муж ездить, или дочь ездить, или мама ездить, или члены семьи. А мне? Вот вы должны понимать, что деньги приходят только тогда, когда вы даете полные аргументы. Докажи. Я не просто так вам это показываю, потому что те люди, которые приходят к вам, и они уходят, не покупая амбассадор, потому что вы ему не показали, зачем ему нужен этот амбассадор. Вы думаете, у людей денег нет? Ерунда. Деньги есть у каждого, кто желает изменений. Деньги есть или найдут, когда они понимают, зачем мне это надо. То есть, вы начинаете, Марина, показывать, что это мне. Это. Что это? Смотри, зачем? Для того, чтобы там, мы опять же возвращаемся к машине, да, вот, для того, чтобы ездить, для того, чтобы там показаться, похвастаться. То есть, это эмоции. Вот, это эмоции. Мне, это конкретно мне, это. А вот здесь вы определяете еще раз машину, вы пересматриваете, потому что после того, когда вы найдете аргументы и полностью сделаете акценты на первых двух словах, зачем мне, вот на третьем, это, вы тогда уже можете даже пересмотреть свои цели. Может быть, вы захотите уже другую машину, потому что, знаете, уже, как говорится, винтики крутятся, ролики крутятся, эти, как их, мозги шевелятся. Вы уже возбуждены, адреналин пошел, вы уже ушли в это будущее, вы уже обладаете этим. Вы обладаете, и вот вы должны это засунуть в себя, что так, что вы без этого не можете. Надо, это надо, все. И вот, когда у вас будет страсть, и когда у вас волосы будут шевелиться, и когда вы будете все стоять на дыбах, вот тогда к вам пойдет вот тот поток, денежный поток. Вы знаете, есть сейчас очень много практик, медитации, мантры, всевозможные там эти аффирмации, ну, практики, да? Так вот, и говорят, ну, вот, казалось бы, прочитая аффирмацию, денежный поток откроется. Нет, неправда это. Вот пока вы не ответите, зачем мне это надо, никакого денежного потока у вас не будет. Никаких десяти тысяч, даже тысячи не будет. Даже тысячи. Я приведу маленький пример, это маленький пример, хотя вы это знаете прекрасно, но тем не менее, я еще раз хочу подтвердить правильность своего понимания, но это мое понимание, это моя правда, это моя практика. Может быть, у вас другие, я-то сейчас делюсь своим, вот. Посмотрите, Раиса Александровна, это ваш вышестоящий спонсор, это ваш лидер, это ваш пример, это ваша гордость, это ваша защита, это ваш мотиватор, это ваш учитель. Но помните, самый лучший учитель, это мучитель. И не надо быть мамочкой, которая вас постоянно заглаживает. Будьте настоящей матерью, когда вы можете и поругать, и пожалеть, и направить. Надо просто любить человека, вот просто любить. И принимать его таким. Вот тогда ты являешься действительно наставником, ты являешься тем человеком, который меняет жизнь. Так вот, Раиса Александровна, она как раз тот человек, который изменила уже, не просто она желает менять жизнь многих людей, она уже изменила жизнь многих людей. Так вот, вы знаете, когда мы с ней встретились, она, до того ей нужны были эти деньги. Что она вообще не смотрела ни на какие возражения, ни на какие препятствия, ни на какие отказы, ни на какие, как сказать, ни на какие сопротивления она не реагировала вообще. Потому что ей очень важно было 120 тысяч, чтобы не оказаться на улице. Мне это важно. Зачем мне это важно? Меня слышно? Да, да, вас слышно. Вас слышно. Ага. Так вот, чтобы не оказаться на улице, она понимала, зачем, чтобы не оказаться на улице. Мне, потому что я центр, а вся семья вокруг меня. Как вы думаете, если я окажусь на улице, вы думаете, моя семья где будет? Во дворцах жить? Нет. Это, вот именно это, в данном случае, деньги для квартиры, да, или для погашения обязательств. Надо, надо, все, не могу. И вот когда волосы дыбом встают, когда голова вся вот такая чешется, не потому что у тебя в ушеке, а потому что у тебя мысли там, именно в этот момент к тебе открываются денежные потоки. И это правда, и это истина, и это проверено. Хотите, верьте, хотите, нет. А вот как только ты ответишь, Марина, на эти четыре вопроса, да, утвердишь их, возбудишься, тогда ты откорректируешь свою цель. Десяти тысяч. Хорошо. Тогда мы говорим, у меня есть два пути, а вернее три пути. Первый путь, даже четыре, четыре, да, правильно, направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь. Меч потеряешь, прямо пойдешь, голову потеряешь. Куда бедному этому самому идти, да? Так вот. Вот так он и стоит и смотрит, куда же ему идти этому бедному рыцарю. Так вот. Именно в этот момент, когда ты уже все возбуждена и абсолютно уверена в том, что именно это тебе надо, ты начинаешь планирование. Как? Первый вариант, первый вариант, это клиентский. И ты планируешь, сколько тебе надо продукта продать для того, чтобы заработать десять тысяч. Поймите, это не важно, скажет Коля, нас это вообще не интересует продажи, мы этими не занимаемся. Но вы должны это пройти, вы должны это просчитать. Потому что это, знаете как, три двери, три двери, и за каждой дверью есть для вас вот та вот эта самая, как его, казино как это, джек-код. Джек-код, и вы не знаете, за какой дверью. Вы открыли одну, а там будет написано партнеры, на второй будет написано лидеры, на третьей будет написано клиенты. И вы говорите, меня вообще клиенты не интересуют, да мне вообще это, я же бизнесом занимаюсь, у меня только либо партнеры, либо лидеры. Все. И вы знаете что? Вы упираетесь в эти две двери и абсолютно не обращаете внимания на ту третью с надписью клиенты. А может быть именно за этой дверью находится один клиент, который тебя подведет к этому джек-коду. Может быть это именно тот клиент, которому вы продали баночку Нева, всего одну баночку Нева, но он посоветует какому-то человеку, который придет к вам в бизнес и взорвет всю вашу организацию, что и произошло с вашим наставником. Одна бутылочка, проданная, проданная человеку и в этот момент все. Вот тебе пожалуйста. Поэтому первую дверь клиенту мы никогда не пропускаем и мы ее все равно открываем и просчитываем. 10 тысяч. Сколько тебе нужно продать продукта для того, чтобы у тебя были эти 10 тысяч? На самом деле это не так трудно, потому что у нас очень много акций, которые позволяют нам купить по выгодным ценам. Но никогда не демпингуйте свой личный бизнес. Поймите, если вы начнете демпинговать свой собственный бизнес, у вас никогда не будет осуществления тех финансовых меч, с которыми вы пришли в компанию и в нашу команду. Потому что вы понимаете, жалость она порождает бедность и бизнес ничего личного, только бизнес. И вы должны понимать, демпингуя рынок, вы унижаете в первую очередь себя. В первую очередь себя. И вы думаете, что продав эту пачку резерва в два раза дешевле, это решит ваш бизнес? Нет. Пожалуйста, предоставьте человеку возможность зайти как партнер. Если он клиент, то он должен покупать по клиентской цене. Поэтому ты садишься, Марина, и просчитываешь, чтобы у тебя твой мозг, вот твой мозг, он понимал, сколько людей, сколько клиентов у тебя должны пройти для того, чтобы ты заработала эти 10 тысяч. Ты на первой странице своего, своей большой тетради успеха, эту всю математику разложила. Я думаю, что у нас будет с вами возможность, сейчас мы уже как-то, ну так, можем сделать, чтобы я вам сделала это в слайдах. Возьмем ориентировочно 10 тысяч. Я вам сделаю раскладку, вот именно как я делаю это в слайдах, чтобы вы увидели пример математики. Чтобы вам потом легко было составить, ну, расчеты на 5 тысяч, на 3 тысячи, на 8, ну, на любую сумму, на 50 тысяч, неважно. Я не знаю, насколько вы сейчас возбуждены на принятие финансового потока. Может быть, для вас 1000 долларов кажется уже сумасшествие, а может быть, для кого-то, как это говорит, кого-то на хлеб не хватает, а кому-то и бриллианты мелкие. Так и здесь. Так вот, ты просчитываешь. Второй момент, Марин, ты видишь, может быть, это будет 50 человек, может быть, 100 человек тебе нужно сделать, 100 продаж для того, чтобы у тебя были эти деньги. Но этот вариант, он должен присутствовать в твоем планировании, иначе полноценного финансового планирования у тебя не будет. Это как, знаешь, как, сделала все хорошо, но один из вариантов не просчитала, поэтому ты получаешь не 5, а 4 балла, да? То есть я иногда спрашивала, ну, почему так вот несправедливо, я же правильно решила задачу. Ну, был еще один способ, и ты его не учла. Поэтому это не полное решение задачи. Второй момент, второй момент. Сколько тебе нужно партнеров? Партнеров для того, чтобы у тебя были эти 10 тысяч. И вот здесь у тебя уже идет А, Б. Первое А, это ты берешь 40 партнеров, амбассадоры. Ребята, конечно, мы можем сказать, что у людей сейчас денег нету, что людям очень сложно, что люди боятся инвестироваться и так далее, и так далее. Мы найдем 150 оправданий. Если бы я сейчас сказала, придумайте 150 оправданий, не купить амбассадор, и вот кто мне самый первый предоставит 150 оправданий без повторения, то тот получит айфон десятый. Вы знаете, вы бы всю ночь сидели и писали бы эти оправдания, потому что у вас перед вами была бы цель получить этот телефон, и вы даже не замечая для себя, вы даже не заметите, как я вас погружу таким заданием в отсутствие действия. То есть вы просто за эти 150 пунктов нахватаете столько негатива, что выжить просто это невозможно. Но тем не менее, почему-то у нас такая способность к этому, и мы можем находить оправдание, и мы начинаем продавать бэзики. Но в лучшем случае это супримы. Но на самом деле я всегда говорю человеку, я не буду тебя унижать своей жалостью. Именно потому, что у тебя нет денег, тебе нужно купить самый лучший, самый престижный, самый выгодный пакет. Потому что, как ты заявляешь себя во Вселенную, так тебя Вселенная снимает. И подобное тянется подобного. И если ты сейчас берешь маленький пакет, нет, бывает, конечно, случай, но я тогда с человека беру обязательство, что в течение месяца он сделает апгрейд. Просто он не хочет терять ни одной минуты. Так вот, если человек принимает решение и покупает амбассадор, он становится ядром притяжения для других амбассадоров. Амбассадор – это 250 долларов. Амбассадор – это 500 баллов. Амбассадор – это 6 месяцев возможности зарабатывать как сапфировый партнер. Вы знаете, это потрясающие вещи. Я буду прикладывать все усилия, чтобы опять поднять имидж амбассадоров, для того, чтобы дать людям понимание, потому что, если вы сейчас не сделаете апгрейд в своей голове, не перестанете унижать людей своей жалостью и не перестанете жалеть себя в страхе потерять человека, что у него нет денег, поэтому он сейчас уйдет и пойдет кому-то возьмет, значит, бэзик, пускай уходит. Потому что пусть лучше останется у вас 10 человек, но настоящих. Эти 10 человек, которые возьмут амбассадора, они принесут вам 2,5 тысячи долларов и плюс еще непосредственно 5 тысяч баллов, которые опять же, опять же принесут вам 140 долларов. Это серьезные вещи. Лучше у вас будет маленькая, но настоящая команда, чем делать вид, когда вокруг тебя то акционеры, да, только это не те акционеры, которые инвестируют, это те акционеры, которые у вас забирают ваше время, которые заставляют вас инвестироваться в них совершенно бесплатно. Я не могу человеку позволить продаваться, я не могу свою жизнь продавать за 25 долларов. Он купил бэзик, купил, ну и что, ну ради Бога, у тебя есть право. Но если ты претендуешь на мое время, если ты претендуешь на мои знания, если ты пытаешься оторвать у меня часть моей жизни, от моей семьи, от моих детей, внуков, то тогда хотя бы заплати мне, купи, амбассадор. И тогда я беру на себя обязательство, что вместе с тобой мы подпишем как минимум 4 амбассадора, ибо твои мозги, они полностью, как вот коментон, настроены непосредственно на вот ту ноту, ноту, да, на ту вибрацию, которая издает. Вы знаете, вот эти вот мантры есть всевозможные, то там 500 герц, то там 467 герц, так и это, так и здесь. Если у вас вот эти герцы будут настроены на успех, то к вам начнут притягиваться, притягиваться амбассадоры. И вот именно это приведет вас к заработку в 10 тысяч и более, причем не разовому, а каждый месяц. Именно это позволит вам выигрывать промоушены и получать еще и очень крупные денежные премии. Вы хотите сказать, что у вас никто не получил денежную премию? Тогда мне вас очень жалко. Тогда мне очень жалко, но я знаю полно людей. Не хочу сказать, что очень много, но есть люди, которые получили за прошлый промоушен премии в 4 тысячи, и в 5, и в 6,5, и в 8 тысяч. Есть люди, но чем они лучше? Да они просто настроены на другую волну. Так вот, партнер. Если ты партнер, я просчитываю 40 человек. Ну, возьми немножко, Марина, больше. Возьми на 10%, ну, а лучше на 20 больше. Поставь себе цели 48 первых линий с амбассадором. Может быть, это не произойдет в этот месяц. Хотя я же не знаю, где твой джек-код. Я не знаю, может быть, придет один человек, и он приведет тебе целую организацию. А может быть, тебе надо будет подписать все 48 человек для того, чтобы построить всю свою организацию. Но это все равно нужно сделать. И тогда ты начинаешь просчитывать. Но! И есть третий вариант, третья дверь, третье планирование. Это циклы. То есть это командные деньги. Ты можешь просчитать, что тебе нужно поставить, допустим, омоложение. То есть омоложение. Мы же занимаемся компанией молодости. Соответственно, нам всегда нужно омолаживаться. А омоложение – это новые люди. Это те люди, которые приходят и сосут нашу кровь. Для того, чтобы... Значит, мы всегда были в тонусе. Для того, чтобы они задают нам вопросы. Они пытаются чему-то научиться. Они нас... Так это же хорошее... Это же изменения, которые нас приводят опять к энергии. Так вот. Тогда ты можешь просчитать. Для того, чтобы тебе заработать 10 тысяч, тебе нужно что? 300 циклов. 300 циклов. А 300 циклов... Вот здесь тебе, Марина, нужно сделать как раз уже групповое финансовое планирование. То есть, например, в правой ноге у тебя есть Анна, в левой там Петя, да? И ты тогда берешь, ты просчитываешь, ты берешь как минимум 5 ключевых людей. 5. Если у тебя есть больше, значит, поздравляю. И ты садишься с каждым человеком и говоришь, позволь мне задать тебе вопрос. Позволь мне задать тебе вопрос. Ты пришел в этот бизнес. Зачем тебе это надо? И вы закрываете рот. И вы слушаете. Послушайте человека. Зачем ему это надо? Что он хочет здесь получить? Совпадают ли ваши цели и ваши желания с его целями и его желаниями? Находитесь вы, как говорится, на одной волне успеха? Или вы в полном раздрае? Вы смотрите, вы корректируете, вы запоминаете, вы направляете. Когда-то, когда Раиса Александровна, она, я ее учила ежедневному планированию, ежемесячному планированию, то есть я тогда ежемесячному планированию чека, и я ей говорила, скажи мне, пожалуйста, какой у тебя самый был большой чек дневной за прошлый месяц? И как-то она мне сказала, там было 300 долларов, она за один день, это было на первых, так говорят, периодах, да, 300 долларов. Я говорю, значит, твой, твои возможности, следующего месяца, это 9 тысяч долларов. Вы знаете, у меня такое было ощущение, что она даже испугалась этой цифры. Она говорит, ты что? Ты что? Да нет, это же было просто разово, просто там был какой-то промоушен, и поэтому у меня получилось 300 долларов. Я говорю, послушай меня внимательно, если у тебя один раз получилось 300 долларов за день, значит, это уже не твой рекорд, это значит уже твои возможности. Значит, ты можешь это делать не один раз в месяц, ты можешь это сделать 2, 3, 5, 10, ты можешь это делать каждый день. Так вот, в месяце 30 дней твой рекорд прошлого месяца был 300 долларов, значит, возможность следующего месяца 300 умножаем на 30 дней 9 тысяч. И вы знаете, что происходило? Она просто доверяла, она доверяла и говорила, ну хорошо, я соглашусь, ну а что же не согласиться зарабатывать 9 тысяч, да? Вот. И у нее происходило обязательно, обязательно происходило та ситуация, что она в следующем месяце, ее чек был очень приближен к 9 тысячам. Может быть там 7 800, может быть 8 тысяч. Ну, например, это прыжок там с 3 на 8 тысяч. Это серьезный прыжок. И тогда она говорит, ты представляешь, или же у нас происходило, что мы проходили этот барьер, этой суммы. И тогда она говорит, ты представляешь, у нас получилось. Я говорю, конечно, это у тебя получилось. Значит, что? Вот смотри, все прекрасно, у тебя уже 29-го закрылся твой рекорд. Молодец, это уже премия, которая ты должна поощрить себя или свою, значит, семью. Ну, в первую очередь себя, не забывайте. Вот. Так она говорит, а что у нас в следующем месяце? И я тупо задавала опять тот же банальный вопрос. Какой у тебя был самый большой, чек дневной в этом месяце? И она мне говорила там 800. Я говорю, о, Раиса, так у нас, значит, 800, это был рекорд, значит, он переходит на следующий месяц в возможность. 800 умножаем на 30 дней, это уже 24. 24 тысячи твои возможности следующего месяца. И у нее волосы дыбом вставали, она говорила, ну, как так? Здесь еще, как говорится, за 9 тысяч, как это, не отсидела, уже новый срок дают, да? Здесь только эту победу она еще не отгуляла, она еще ее не осознала, она еще ее не проглотила, а уже ей, бах, дают 24 тысячи. Такой разбег. И вы знаете, мы это просто делали, мы это делали, и в течение года она вышла на очень высокие чеки, на очень-очень-очень высокие чеки, но о них она вам расскажет сама. Так вот, я тебе что, Марина, хочу сказать? Ты тогда, ты просто, как говорится, глаза боятся, руки делают. Ты планируешь, что у тебя 300 циклов, и ты разговариваешь с каждым человеком, Петя, скажи мне, какие у тебя цели, зачем тебе это надо? Зачем тебе это надо? Зачем тебе это надо? И вы как этого, вот эту вот большую его цель, режешь, 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 ты докапываешься, ты докалупываешься до самой цели, до самого живого, за ту вот эту вот, вот ту ноту, за ту струнку, которую ты только прикоснулась, и его сразу же сдергивает. Вот это и есть та система управления или, скажем, манипуляции во имя человека. Когда ты знаешь самую больную, самую чувствительную струнку в его мечте, в его целях, ты можешь иногда ее подковырнуть и сказать, но мы же с тобой планировали. Ты что, забыл? Ты что, хочешь придать свои же цели? Нет, послушай, мы все равно с тобой поедем на круиз, мы все равно с тобой поедем на Бали. Пять человек едет со всех стран СНГ, и никто не знает английский. Ничего страшного, у нас все будет самое лучшее, потому что мы не предаем. И вы знаете, в нашей компании люди разные. Мы едем с мужем, мы одна семья, мы вместе, мы партнеры, у нас единый контракт. Раиса Александровна, это человек, который достоин, и она это сделала, так скажем, легко, потому что ее цели глобальные. Это не цель Бали, это глобальные цели, в которые вписалось путешествие в Бали. Возьмите Ольгу Волкадаеву. Это Сапфир 25. Я не скажу, что это человек, у которого огромная организация, но это человек преданный, который использует и клиентов, и партнеров. В ее организации нет лидеров. Я буду честна, но используя эти две двери, она выполняет достаточно очень такие завышенные условия для путешествий. Она была в Доминикану, она практически посещала все. Единственное, что она пропустила, это только Мексику. И опять она едет. То есть это разные люди. Это не просто как мы с Раисой топ-лидеры, и мы это сделали легко, причем я сделала на два человека, да еще и с премией на дорогу в 2000 долларов. Это здесь я хвастаюсь. Так вот. Но есть еще один человек, это Клара Ахметова, у которой вообще нету команды. У нее есть несколько там человек, и она работает только на клиентах, только на клиентах. Опять же, поэтому не убирайте никаких, так скажем... То есть она на собственных тревел-балах ездит. У нее большой тур, но она не останавливается. Несмотря ни на что. Не останавливается. У нее была возможность поехать в более такие, более дешевые путешествия, но она сказала, мне уже 70 лет, и я буду ездить только по самому лучшему. 70 лет! А у нас здесь 40 лет, и уже косиночку открыли, уже все, да? Что это такое? Да жизнь только начинается в это время. И все зависит от того, вот, все зависит от того, что вы хотите, в чем вы горите, где ваша вот эта вот самая чувствительная нотка, самая больная, но самая действенная, которую затрагиваешь, и вы как этот жук, как стрела из лука натянутого, да? вылетает с такой скоростью, что просто, ну, поймать невозможно. Вот вы точно так же. И тогда ты просчитываешь, ты говоришь человеку, а там Петя, Метя, там, Ваня, Маня, ты находишь себе, и ты говоришь, сколько ты планируешь, и ты себе помечаешь, что Петя там планирует себе 10 циклов, 10 циклов, смотришь его возможности, да? Что может быть у него баллы, значит, 10 циклов, это 3000 баллов, да? Потому что он там, у него есть сильная нога, и он планирует 10 циклов. Значит, работайте с генеалогией, работайте с отчетами, потому что именно отчеты, каждый день, вы знаете, я утром просыпаюсь, я только глаза открыла, я еще не поднимаюсь в туалет, я не поднимаюсь, чтобы чистить, я сразу открываю компьютер. Я ложусь спать, и после того, когда я уже приняла все туалетные, там, как говорится, процедуры, и косметические, я ложусь, и я открываю компьютер. Это называется, лишь бы день начинался и кончался тобой, потому что это мой бизнес, и даже если я буду знать, некоторые люди говорят, Оля, да что мне туда заходить, я знаю, что у меня сегодня там ни одной проплаты, что я буду туда заходить? Да ты дурак, именно потому, что у тебя нет ни одной проплаты, ты должен пять раз в день заходить в этот быковис. Быковис должен увидеть, что ты его любишь, что ты туда заходишь. Это как магазин, который должен работать 24 часа в сутки, а вы туда заходите один раз в неделю, только для того, чтобы там посмотреть что-то, или сделать проплату, или сделать свой автошип. Вот и все. Тогда чего вы хотите от этого бизнеса? Каждый день вы заходите, каждый день вы смотрите товарооборот, вы смотрите свой личный товарооборот, даже если он ноль, но вы видите этот ноль. Вы смотрите спиловерный товарооборот, даже если он ноль, и под вами нету ни одного человека, но вы смотрите на этот мой, вы смотрите на количество людей, которые подписались в вашу организацию, не только в команду, в организацию. Вот мне приходят 3-4 тысячи человек ежемесячно. Ну, в лучшем случае я из этих новичков, ну, может быть, 10-20 человек знаю. Но они же приходят, может быть, они пришли просто один раз купить. Неважно, они уже присоединились к моей организации. Я не могу это не увидеть. Я не могу это не отметить. Это не уважение к бизнесу. Вы хотите, чтобы вас бизнес уважал? Чтобы он вам давал по 10 тысяч каждый месяц? А может быть, каждый день? И такое может быть. Тогда уважайте его. Ну, вы помните, что я вам сказала? Что есть планирование, но заработать деньги это самое простое. А вот сохранить их и приумножить вот это и есть искусство. Что такое сохранить деньги и приумножить? Вы знаете, если человек пошел на работу, заработал деньги, пришел уставший, больной, как он может сохранить свои деньги? Значит, пойти купить таблетки и напиться таблеток для того, чтобы не умереть и завтра пойти опять на работу. для того, чтобы дальше приумножать свой доход. Но только какая, какой коэффициент этого приумножения? А почему бы тот человек, который приходит к вам и говорит, у меня нету денег? Ну, тогда ты должен сохранить. А как сохранить? Себе сохранить. Ты покупаешь амбассадор, и ты пользуешься всей системой. Потому что я не ясновидящая. Я не знаю, какие у тебя проблемы. Я не знаю, что с твоим организмом. Я не знаю, где какая область у тебя подкачала, да, или она находится уже в стрессовой ситуации и начинает потихонечку умирать, да. Вот. Так вот. Может быть, когда ты пользуешься всем, ты сохраняешь. Ты думаешь, что ты купил амбассадор, ты потратил деньги. Нет, нет, нет. Ты сохранил их все в себе. Уже никто не сможет у тебя забрать это. Ты все в себя. И вот тогда, когда ты выпил Нево, у тебя есть энергия, ты будешь более активный. Когда ты использовал косметику, у тебя есть внешний вид, ты меняешься, люди это замечают. Это же твое преумножение твоего результата. Когда ты поддерживаешь форму, нет, ну, конечно, можно сказать, ну, очень просто. Пошел, взял маечку какую-то более легкую. Когда у тебя есть деньги, что тебе надо? О, не можешь ничего одеть. Ну, пойду куплю что-нибудь большего размера. Так, а в чем проблема? Это что, продукт не работает? Это ты не работаешь с этим продуктом. Так вот. Если ты пользуешься всем, если ты в системе, если ты соответствуешь, если ты прислушиваешься к рекомендациям своего спонсора, если ты всегда, если клиент, это тот человек, который пользуется продуктом, если партнер, это тот человек, который развивает бизнес. Но если лидер, и ты хочешь и претендуешь на звание лидер, помни, лидер это тот, который всегда, подчеркиваю, всегда выполняет промоушены. Вот это лидер. А если ты не выполнил промоушен, или говоришь, меня это не возбуждает, да неправда, ты просто боишься не выполнить условия и оказаться, как говорится, вне победителей. Вы знаете, сначала ты проигрываешь в своей голове, сначала ты не просчитываешь свои возможности, сначала именно ты закрываешь все денежные потоки, а потом вокруг тебя начинают создаваться преграды, препятствия, возражения, недоверия, сомнения и неуверенность. Так вот, Марина, ты-то как раз тот человек, который может вполне реально зарабатывать 10 тысяч долларов в каждой двери. И от клиентов, и от партнеров, и от лидеров. Потому что тебя можно назвать лидером. Так, я думаю, что второго вопроса уже не надо. Время сколько у нас? Да, спасибо большое. Я думаю, что вы ответили на массу вопросов, которые тут написаны далее, которые появлялись у нас. Есть еще несколько. Вы говорили, что не будете говорить о соцсетях, по-моему, но был такой вопрос, есть ли у вас система работы в интернете? Есть ли у меня работа, система в интернете? Вы знаете, дураку сейчас понятно, что реклама не бесплатна, и чем больше продвигаешь, тем ты больше получаешь. Поэтому не использовать социальные сети и интернет-коммуникацию – это быть я не хочу сказать, что ты там тупой, но ты не в тренде. Ты не в тренде. То есть это уже не модно не работать в соцсетях. Но есть разные формы работы. Есть тупо люди, которые сидят с утра до ночи и спамят, спамят, спамят. Есть люди, которые, вы знаете, меня каждый день кто-нибудь приглашает из моих же новичков в Жанесс. А вас интересует Жанесс? И я всегда пишу. А позвольте мне задать вопрос. Прежде чем вы мне прислали это приглашение, вы мой профиль смотрели? И можете мне подсказать, кто ваш спонсор? И тогда уже безобидно я говорю, вы извините меня, но на самом деле вы являетесь с партнером моей организации. То есть есть люди, которые просто сидят спали. Есть люди, которые изучают интернет, то есть они общаются, они поднимают своих старых знакомых или знакомых знакомых. Вот это я приветствую. Общайтесь с людьми, дружите с людьми. Если даже это незнакомый с кем-то вы познакомились, поддерживайте хотя бы три, четыре, пять делайте точек соприкосновения, прежде чем вывалить на его голову приглашение в компанию Жанес. Люди не идут в компанию, они идут за людьми. И надо очень важно себя брендировать, но брендировать только то, что ты умеешь. Вы знаете, я не являюсь таким интернет-коммуникатором, что сегодня вы увидели, что я этот телефон настраивала 15 минут, компьютер настраивала, то есть полчаса у меня ушло только на то, в чем я довела себя до стресса, потому что я начинаю всегда очень волноваться, когда понимаю, что я этого не знаю. Но тем не менее, я сегодня тоже победила, я маленькая, такая, для меня это маленькая победа, я научилась это делать, а почему бы и нет. поэтому не бойтесь ошибаться, не бойтесь и действуйте, и брендируйте. Если вы очень хорошо знаете продукт, то продвигайте продукт, то есть отзывы, результаты, но не представляйтесь, то есть экспертируйте себя непосредственно через продукт. Если вы хотите бизнес, то продвигайте себя, допустим, как человек, который может действительно сам научить кого-то бизнесу, то есть вот ваша узкая направленность. Я, например, продвигаю свое уже качество жизни, уже качество жизни, потому что если ко мне идет новичок, я ему задаю вопрос, позволь мне задать тебе вопрос, как ты думаешь, неужели я настолько глупа, чтобы находиться в компании, которые не зарабатывают деньги? Как ты думаешь, неужели я при своем качестве жизни могу себе позволить намазаться чем попало? Это себе не это, не штаны одеть на попу, лицо под паранжой не спрячешь, поэтому я очень люблю себя и пользуюсь самым лучшим. И на данный момент, конечно, я всегда говорю, что бизнес он подразумевает получение прибыли, бизнес это деньги, дайте мне деньги, а что купить, я без вас разберусь, но когда еще совпадают возможности зарабатывать достойные деньги при уникальном продукте, а я могу это подчеркнуть, и я глубоко в этом убеждена, то тогда, конечно, наш продукт он великолепен, он действительно великолепен, и человек видит, у него не создаются вопросы, он уже, он уже доверяет, он видит меня, он мне доверяет, если я никогда не рассказываю о продукте, или очень-очень мало, потому что я не люблю иностранных названий, всех этих ингредиентов, все эти гормоны, все такое прочее, меня это раздражает, меня это утомляет, я в этом не профессионал, я могу разложить любой маркетинг, я могу разложить любой финансовый план, я могу просчитать бизнес-план, я могу сразу же глазом увидеть, обманывает меня человек финансово или нет, лукавит он со мной, или же он пытается меня затянуть в воровку финансовой пирамиды, я раскладываю это быстро, но поверьте мне, это не было дано просто так, и не один день, это годами, это годами, и я ошибалась, и я банкротилась, два раза в жизни я банкротилась в ноль, но ничего, это был очень хороший урок, и я благодарю Господа Бога и всех людей, которые участвовали в моем в моем обучении, вот и все, поэтому в социальной сети я продвигаю только свое качество, только свое качество жизни, и, конечно же, я обязательно переплетаю это с компанией, с которой я любезно сотрудничаю, не компания со мной сотрудничает, это я выбрала компанию, и я с ней любезно сотрудничаю, и если вам это интересно, я могу порекомендовать, то есть дать свою ссылку для того, чтобы вы познакомились и выбрали то, что вам нужно, если вам интересен продукт, пожалуйста, вот вам есть Варвара Веретюк, вот вам есть Джим Папа, вот Амзалак наш любимый, и так далее, то есть я отправляю на сайты уже профессиональных людей, я не боюсь, потому что если человек ушел, значит он не мой, значит, ну, в смысле не мой, это в смысле не мой, не потому что он не разговаривает, а потому что это не мой человек, вот, и а святое место пусто не бывает, значит ко мне идет совершенно другое, вот и все, социальными сетями надо работать, обязательно надо работать, с интернет надо использовать, но не забывайте, что очень много людей еще на земле, очень много знакомых, ваших знакомых еще об этом даже не знают, пересмотрите, не бойтесь, говорите каждому, если даже вас пошлют куда-то, они все равно не знают вашу маму, так что говорите, работайте в социальных сетях, брендируйтесь, но не превращайте это в какую-то свалку, так, еще вопрос, и Раиса Александровна, ой, елки-палки, вот время бежит, да, давайте, право последнего вопроса, какой, тук-тук, да, мы здесь, были еще вопросы, на которые мы услышали ответ, я думаю, потому что были вопросы относительно, Надежда спрашивала, если нет умения подключать людей в бизнес, возможно ли заработать на продажах? Конечно, конечно, да, я же сказала, очень яркий пример, это Клара Ахмедова, которой 70 лет, она на продажах работает, очень круто, очень круто, но она всех регистрирует, она всех, то есть все ее покупатели, они зарегистрированы, они имеют свои кабинеты, это единственное, что она, как это, она всем сообщает об акциях, она всех предупреждает, вот, помогает оформить покупку, и даже иногда может привезти клиенту, если он не имеет такую капризность, вот такого уважения, якобы уважения, привезите мне домой, ну, вот, можно заработать, но рано или поздно и среди клиентов у вас появятся ваши партнеры, которые начнут развивать свой бизнес, тем самым развивать и вашу организацию. Спасибо большое. Еще один из вопросов Светлана задает. Деньги у людей, как научиться им помогать так, чтобы люди сами хотели заплатить тебе? Ну, в конечном итоге мы слышали, что не нам платят, как вы говорили, а самому себе помогают. Ну, чуть-чуть такой вопрос, да, деньги у людей, как научиться им помогать так, чтобы люди сами хотели заплатить тебе? Ну, это самое, что я могу Светлана вам сказать, деньги никогда не будут, люди не будут тебе платить, никогда. Люди тебе платить не будут, они будут платить только себе, и твоя задача, твоя задача, возбудить у них желание купить это у тебя сейчас срочно. Это у тебя сейчас и срочно. Вот и все. Но они должны купить для себя. Для себя. Я никогда не покупаю для кого-то. Я могу в конце концов подарить, сделать, ну, какую-то там благотворительность, откупиться даже, но настоящие покупки ценные я делаю только для себя. А потом делюсь. Вот это вот запомни. Они не будут у тебя покупать. Они могут купить только твой результат. А покупают они у компании. Вот это вы должны понимать. А ты просто проводник. Просто проводник и все. Уберите вот эту вот ступень. Потому что если вы будете думать, чтобы люди купили у вас, то ну, можно, конечно, но это сложно. Это более долгий путь. Вам не нужен этот путь. Вам нужно совершенно другое. Вам нужно зарабатывать минимум 10 тысяч долларов в месяц. Тогда вы будете достойно принимать этот бизнес, и люди будут меняться в отношении к вам. Они сами будут покупать. Хорошо. Я думаю, что на этом мы закончим сегодняшнюю конференцию. Я вас всех благодарю. Я благодарю вас за то, что вы меня научили многому, потому что я когда проговариваю, я еще и слышу, да, у меня рот один, а ухо два, и соответственно я сама себя еще учу и еще раз убедилась в том, что мы в прекрасном бизнесе, бизнес-команд, мы в прекрасной команде с такими наставниками, мы в прекрасном продуктовом проекте, и мы очень щедрым, потому что осталось совсем немного, несколько дней, буквально тогда, когда закончатся наши промоушены непосредственно на специалистов, и если вы сейчас поставите себе цель, а сегодня, я так поняла, так, а какое сегодня число, а, 27 число, значит, у нас есть еще 28, 29, 30 и 31, еще 4 дня, и если вы сейчас возьмете себе поставить как минимум одного нового специалиста за эти 4 дня, а лучше 2, ибо вы победители и рекордсмены, это человек, который привел 2 человека, это человек, который привел 2 человека, а если они с амбассадорами, вы заработаете от 2 человек 500 долларов, и еще 200 долларов премии за подключение двух специалистов с пакетами выше Суприма, и у вас появятся деньги, но я вам хочу сказать, что это будет очень большой старт для нового промоушена, который вам даст возможность заработать потрясающие, просто потрясающие, высокие премии, но 4 дня это как старт, вот выполните для себя, и потом скажите, Оля, ты знаешь, я хоть одного, но сделал специалиста, и тогда мы с вами встретимся с лучшими в Днепропетровске, мы поговорим, мы будем учиться, мы будем куражиться, и вполне возможно, что мы опять затронем тему финансового планирования.